здравствуйте уважаемые гости подписчики моего канала всех вас рада приветствовать спасибо вам большое за то что вы поддержите мой канал лайками также подписывайтесь оставляйте свои комментарии и оставляйте мне запросы на те видео которые для вас более интересны и актуальны если кому-то понадобится индивидуальная консультация под данным видео будет находиться номер телефона куда можете написать на вайбер либо же на ватсап меня уже несколько раз просили сделать расклад психологический портрет на максима галкина как покажут карты таро этого человека что он из себя представляет я посмотрела его дату рождения конечно же очень интересный нумерологически его подсознание наполнена трудными эмоциями а путь связан с определенными страхами призраки встающие из омута души с детства и также могут быть какие-то глубокие привязанности к матери также женщинами непростые отношения много скрытого тайного он способен на ложь на обман ну лицедейство и он является на самом деле для женщины не совсем тем кем хочет казаться да что то он скрывает здесь мы сейчас не берем его узнаете такую интимную личную жизнь я вообще не хочу вот этого всего касаться я считаю что это выбор человека есть в нем жадненькость я бы не сказал что он жадный но я бы вот так жадненькость конечно он образованный начитанный интеллигентный он артистичен любит конечно же к себе внимание и все заслуги которые он получил в россии но не только в россии за пределами россии он считает что он заслужил это благодаря своему таланту я смотрела его интервью с ириной шихман наблюдала за ним но он знаете прям так вот рекламировал себя свой интеллект как он может работать на сцене как он работает какой он смелый ну что я могу еще сказать он может чутить над высокопоставленными лицами чиновниками не боится этого что касается его замка конечно же максим свой замок очень любит он его построил в викторианском стиле готическом и романском таком стиле что я еще отметила он не ездит в чечню потому как не хочет усложнять свою жизнь и в общем то так же там коснулась тема его ориентации но в общем то он достаточно достойно отвечал на все вопросы я так что я сейчас буду смотреть только на старших арканов его психологический портрет вот так мне сегодня именно захотелось именно посмотреть на старших арканах что он из себя представляет на самом деле 22 старших арканах и что скажет тару о максиме галки не его карта одна карта будет как он видит себя как его видит окружающие люди не обязательно его близкие его амбиции также его страхи его страхи путь цель какая у него цель и его зона комфорта первая карта ну честно говоря я удивлена первая карта и карта дьявол ну в общем то вот так вот одержи мелкими бесами находится во власти какой-то может быть даже идея здесь могут быть такие знаете моменты столкновения с собственной тенью с темными какими-то энергиями аспектами собственной личности которые из подвыль управляют ну как бы всеми людьми да мощная карта под привлекательной внешностью может скрываться дьявольская натура он однозначно не будет как все он будет лучше всех здесь и гордыня и желание земной роскоши всех земных привилегий как он себя видит старший аркан умеренности он себя видит вполне он не возмутим он в ладу с самим собой он любит себя он чувствует себя у него полнейшая гармония могу так сказать как его видят окружающие люди старший аркан шут как его видят окружающие люди взрослый ребенок некоторые видят в нем мудреца который видит то что другие не видят а некоторые в нем видят просто шута гороховый шут вот и все и как бы всерьез всерьез его в общем-то и не воспринимают амбиции справедливость он считает что он не погрешим в собственном суждение он сам себе судья и конечно же у него есть друзья которые стоят у власти а для него для максима галкина очень важно что он считает себя умным с ясным мышлением и и конечно же нужно отметить его образованность его интеллект его интеллект его интеллигентность это не отнять и в принципе у него вот эти все амбиции и есть больше знать больше быть начитанным быть умным и все-таки находиться поближе к власти ну в общем то его амбиции такие очень допустим такие серьезные могу так сказать что давайте посмотрим какие у него страхи здесь старший аркан влюбленные он боится ошибиться в правильности своего выбранного пути возможно есть какие-то страхи связанные с выбором партнера я бы даже так сказала его путь это император быть обеспеченным быть при тех кто имеет власть и имеет стабильный бизнес он также хочет иметь этот авторитет и иметь стабильный бизнес однозначно путь его связан с семейными традициями и с укреплением своего рода какая у него цель старший аркан фортуна но быть на гребне волны будь популярным находиться в движении чтобы его фортуна никогда не покидала и зона его комфорта слушайте но меня удивил сегодняшний расклад первая карта дьявол и последняя карта башня зона комфорта знаете я бы даже так сказала не сопротивляться вот этим вот переменам которые войдут и знаете такая переоценка перенаправление революционный такой какой-то настрой новые перспективы через разрушение старых каких-то консервативных взглядов рамок ограничений это срывание цепей это вот знаете вот его зону вот его зона зона его комфорта понимаете достаточно умный человек он на самом деле талантливый он понимает что власть сменится и будет его зона комфорта и он находится в ожидании этого состояния мы видим на карте что рушится башня летят те кто был у власти а башня это как раз таки символ власти но одна власть уходит другая приходит если в данном раскладе у вас есть свое видение свое мнение напишите пожалуйста берегите себя берегите своих детей всего вам доброго а не пока не лайк а а а